В прошлом году в садике аула «Эркенхалк» была массовая вспышка коронавируса. И несмотря на общий диагноз, история выздоровления у каждого сотрудника тут своя. Например, инструктор по физ. воспитанию Майсера Карасова перенесла инфекцию легко. Я переболела в прошлом году в лёгкой форме. В лёгкой форме переболела. Но у нас в саду тоже девочки болели. Некоторые сильно болели, даже в госпитале лежали. Поэтому наш коллектив коллективно, мы в апреле месяце прошли первую вакцинацию, в мае вторую, вот 21-го года. А теперь вот через полгода, вот совсем недавно, в ноябре, прошли ревакцинацию. Мы работаем с детьми. Мы должны не только за себя думать, но и за детей, потому что мы ответственны за них. А вот Райхан Джумаевой повезло меньше. Они с супругом в тяжёлом состоянии попали в ковид-госпиталь на базе Хабесской ЦРБ. Причём состояние её мужа усугублялось недавно перенесённым инсультом. Не словами передать, это что за тяжёлая болезнь. Вообще, очень тяжело перенесли мы эту болезнь. Сегодня я хочу благодарить именно Хабесский госпиталь. Тысячу им спасибо. Они очень хорошо, знаете, молодцы. Прямо я им так благодарна. Всё это плюс чувство ответственности за здоровье подопечных детей и подтолкнуло дружный коллектив садика к коллективной вакцинации. В прошлом учебном году, в декабре месяце, у нас несколько сотрудников сразу за один день заболели. Пришлось закрыть несколько групп на карантин. Потом у нас болели дети. Тоже были положительные случаи. Тоже закрывали на карантин. После этого мы решили в мае 2021 года привиться всем коллективом, чтобы у нас был коллективный иммунитет. Сегодня в садике отмечают, что вакцинация даёт отличный результат. Внутри коллектива за период после вакцинации не заболел ни один человек.